МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Кто идет в городские и районные депутаты? 22 марта закончилась регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления. Инновационные технологии в образовании. Вторая международная научно-практическая онлайн-конференция Министерства просвещения и языковой политики Абхазии. Весна с айфона от Аквафон. Первый мобильный оператор Абхазии наградил победителя праздничной акции. Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила оправдательный приговор Сухумского городского суда в отношении сотрудников МВД Бадри Джикерба, Аслана Чеди, Адгура Аутлева и Виталия Кулова, которых обвиняли в убийстве заключенного Анзора Тарба и приняла решение вернуть дело на дополнительное расследование генеральному прокурору Абхазии. В отношении бывших сотрудников МВД избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца до 23 мая. Сослушав доклад председательства в суде Гомиссоне, изложившего обстоятельства дела и содержание касационного представления и касационной жалобы, доводы государственных обвинителей Амич Байхазриши, поддержавших и обосновавших касационное представление и просывших приговор Сухумского городского суда 10 ноября 2020 года отменить и направить в тот же судебном составе доводы и мотивы потерпевших Тарба и Тарба и их адвокатов Чкадо и Адзимба, поддержавших касационную жалобу и полагавших приговор Сухумского городского суда 10 ноября 2020 года незаконным, подлежащим отмене с возвращением уголовного дела прокурору, мнение адвокатов Корсая, Джинджули и Таня, а также оправданных Джикир, Бачиди, Аутлева и Кулова, полагавших приговор суда законным и возражавших против удовлетворения касационной жалобы и касационное представление. На основании изложенного руководства статьями 106.1 пунктом 1 части 1 статьи 237, пунктом 3 части 1 статьи 344, статью 338, статью 347.2 ОПК РА касационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазии при особом мнении судей Верховного суда Гомиссони определила оправдательный приговор Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года в отношении Джикирба, Чедия, Аутлева и Кулова отменить и возвратить уголовное дело к генеральному прокурору Абхазии для устранения препятствий его рассмотрения судом. Частное постановление Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года отменить. Наши репортажи с зала суда смотрите в эфире в среду 24 марта. Партия Амцахара поддерживает обращение организации Айтгалера и призывает к консолидации общества. Об этом говорится в распространенном 23 марта заявлении партии. В нем, в частности, отмечается. Политическая партия Амцахара приветствует обращение РОО Айтгалера начать диалог с оппозицией с реальных действий, направленных на объединение всех политических сил, недопущение антиконституционных действий и реального объединения народа и воспринимает его как призыв к консолидации общества, призыв работать в интересах государства. Партия Амцахара обращается ко всем общественно-политическим движениям и политическим партиям Абхазии и ветеранским организациям с просьбой поддержать инициативу Айтгалера поставить заслон политически мотивированным насильственным действиям в стране и начать диалог со всеми политическими силами страны и предпринять все необходимые шаги для консолидации общества. Согласно сообщению оперативного штаба, за 23 марта тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 205 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 19 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 274 человека, зарегистрировано 209 летальных случаев, выздоровели 12 708 человек. С 1 апреля прием анкет на оформление пятилетних российских загранпаспортов будет вестись с понедельника по пятницу с 9 до 13.00, сообщает посольство России. График приема анкет прилагается. Выдача готовых пятилетних загранпаспортов будет, как и прежде, осуществляться с понедельника по пятницу с 14 до 17.00, в пятницу до 16.00. Прием анкет на оформление биометрических паспортов и выдача готовых биометрических паспортов будет производиться с понедельника по среду с 9 до 17.00, с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Прием по вопросам гражданства и постановка на консульский учет будет вестись по понедельникам и средам с 9 до 17.00, с перерывом на обед, а также в пятницу с 9 до 12.45. Прием по вопросам легализации, нотариата, ЗАГС, получение виз, справок об отсутствии судимости и актов о личной явке будет осуществляться с понедельника по пятницу с 9 до 12.45. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в консульский отдел допускается не более шести посетителей одновременно и только при наличии медицинских масок. Лица с признаками ОРВИ в консульский отдел не допускаются. С участием ведущих специалистов образования Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия запустило вторую международную научно-практическую онлайн-конференцию ОПЕИПШ на тему «Инновационные технологии в образовании. Новое время и новые подходы». Мероприятие проходит с привлечением спикеров в лице ведущих специалистов в области образования Российской Федерации и Республики Абхазия. Слово Виоли Барганджи. «Инновационные технологии в образовании. Новое время и новые подходы». Именно этой теме посвящена вторая научно-практическая конференция ОПЕИПШ в Министерстве просвещения. Главной целью является обмен опытом зарубежными коллегами и, безусловно, улучшения системы образования в республике. «Цель, соответственно, повышение уровня квалификации наших педагогов, обсуждение различных проблем, связанных с системой образования, современности. Поэтому главная цель в этом, чтобы мы модернизировали систему образования, надвигались в ногу со временем и использовали опыт других стран». Среди участников онлайн-конференции ведущие специалисты в области образования Абхазии и России, а также педагоги из всех районов республики. Как отмечает Инал Габлия, помимо беседы, участникам представится возможность поучаствовать в интерактивной игре с получением приза. «Она нацелена на наших педагогов, директоров, всех работников системы управления образованием, высшего, среднего и профессионального образования. Очень много у нас именитых сегодня будет ученых, педагогов, практиков. И все активные участники получат сертификаты нашей конференции. «Самый первый, кто пришлет слово, во всех презентациях будет зашифровано слово, надо будет собрать пазл, получит подарок от нашего, соответственно, от Абсуа Тур, от наших друзей с Абсуа Тур по Абхазии». Онлайн-конференцию открыл министр просвещения языковой политики Нал Габлия с темой «Кучинговые технологии в учебном процессе». В своем докладе министр ссылается на пять принципов известного американского психотерапевта Милтона Эриксона, которые смело могут быть применены и в сфере образования. «Принцип изменения не только возможен, но и неизбежен. То есть мы, как педагоги, можем помочь нашим детям поверить в то, что и быть уверенным, что изменения всегда есть. Скажем, например, сегодня ребенок учится плохо, но у него есть все возможности для того, чтобы улучшить свою успеваемость или найти тот предмет, который у него лучше получается при поступлении уже при окончании школы. То есть изменения, они всегда есть, и они возможны, и наша задача им содействовать этим позитивным изменениям педагогу в первую очередь. И этот принцип, он как раз заложен в коучинговом подходе. Когда работает коуч со своим клиентом, этот принцип, он из него изначально исходит. А в образовании это, конечно же, тоже применимо на 100%. То есть мы обучаем детей для чего? Чтобы они менялись к лучшему. Мы их воспитываем, обучаем как раз с этой целью. В следующем свой доклад на тему «Современные технологии организации обучения. Практика применения новых возможностей» представила профессор Московского педагогического государственного университета Марина Вайндорф-Сысоева. Мы должны для себя понять, что дистанционное образование – это не образование, это способ коммуникации. Это очень важно. Потому что когда говорят о том, что оно плохое, в этот момент нет понимания, что это только коммуникация. Тот учитель, тот преподаватель, который отлично работал в обычных условиях, потому что сейчас уже непонятно, что традиционные, но обычные, очные, глаза в глаза в классе. Тот учитель хорошо работает и когда использует современные технологии. Другой же вопрос, что надо понять, как эти технологии использовать, как их использовать в целях обучения, как сделать, чтобы они были всем приятны и понятны. Проблемы образования и пути решения проблем в этой области. В первый день конференции обсудили 12 докладчиков. Научно-практическая конференция будет проходить на протяжении трех дней до 25 марта. Министр культуры Абхазии Гудеса Аграба прибыл с рабочим визитом в Москву. В ближайшие дни с его участием пройдут встречи в Министерстве культуры России. В ходе рабочего визита министр проведет ряд встреч, на которых будут обсуждаться вопросы взаимодействия и сотрудничества в 2021 году. Кто идет в городские и районные депутаты? 22 марта закончилась регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления. По данным районных избирательных комиссий, всего к 22 марта зарегистрирована 241 инициативная группа и 36 кандидатов от политических партий. О том, какое количество граждан решили стать народными избранниками, какого возрастной состава и есть ли девушки среди желающих стать кандидатами в депутаты городского собрания, расскажет Анастасия Никонова. 22 марта завершилась регистрация инициативных групп, выдвигающих кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления. У районных избирательных комиссий будет 10 дней на то, чтобы проверить заявки и убедиться, что будущий народный избранник имеет право быть депутатом. Согласно закону Республики Абхазия о выборах в органы местного самоуправления, занять место в городском собрании не может человек без абхазского гражданства с судимостью, стоящей на наркологическом либо психоневрологическом учете. У избирательной комиссии Сухума работы будет немало. Заявки подали 45 инициативных групп. В данный момент мы занимаемся проверкой документов. Где-то мы половину проверили, документы у всех в порядке. Кстати, наши кандидаты инициативные группы очень ответственно подошли. Очень хорошо, правильно и по закону сделаны, самое главное, подписные листы. Мы очень приятно удивлены, что, так сказать, уровень ответственности людей, которые идут в городское собрание, он высокий. Если говорить о составе, всего лишь 4 девушки у нас в инициативной группе. К сожалению, очень низкая активность среди женского населения. Самому молодому кандидату на пост депутата Сухумского горсобрания 25 лет. Самому возрастному 59. Профессии потенциальных народных избранников самые разные. Среди них медики, спортсмены, бизнесмены и архитекторы. Но если сравнивать с количеством заявок на прошлые выборы, то прослеживается динамика снижения числа потенциальных кандидатов. У меня точных цифр нету по поводу количества кандидатов на прошлых выборах. Но было порядка 100 человек, может даже больше. Сейчас у нас 45 человек. То есть активность снизилась. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с сокращением количества участков. Возможно, это общая какая-то тенденция, что люди не идут в местные органы самоуправления. Ее тоже можно объяснить. Потому что, к сожалению, у нас местные органы самоуправления обладают очень небольшим инструментарием. У них очень мало полномочий. И люди у нас уже сейчас все продвинуты, все все понимают. И, возможно, с этим связано отсутствие такой активности, которая была в прошлый раз. В Сухумском районе 25 желающих попасть в собрание. Пять из них – женщины. Возрастной состав от 29 до 70 лет. В Голоробшском районе зарегистрированы 23 инициативные группы. По Чемчирскому инициативными группами выдвинуто 39 человек. И 15 кандидатов будут выдвигаться от политической партии Амцахара. В Туарчальском районе статистика такова. Зарегистрировано 12 инициативных групп и 10 человек от партии Амцахара. Что касается Гагарского района, то, по словам секретаря районной избирательной комиссии Беслана Куртава, зарегистрировано 39 инициативных групп. В Гагарском районе 25 избирательных округов и 36 участков. На сегодняшний день было завершено выдвижение кандидатов в собрание Гагарского района. Итак, было зарегистрировано 39 инициативных групп по выдвижению депутатов. Из них 5 женщин. Возрастной лиценз от 27 до 61 года. Сейчас проходит у нас регистрация кандидатов в депутаты собрания. Она продлится до 31 марта. В Гагарском районе в списке 11 человек. Все они кандидаты от политической партии Амцахара и лишь одна инициативная группа. А вот в Гудаутском районе избирательная комиссия зарегистрировала 57 инициативных групп. Как только избирательными комиссиями будут проверены все документы и объявлена официальная регистрация кандидата, начнется этап агитации. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Абхазии 11 апреля. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Пассажирский трафик на российско-абхазской границе в сутки достигает 20 тысяч человек и 2 тысяч транспортных средств, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Всего с начала года пропущено свыше полутора миллиона человек и 400 тысяч транспортных средств отмечается в сообщении. В погрануправлении напоминают, что пропуск через госграницу осуществляется только при наличии действительных документов. Абхазский курорт Гагра вошел в десятку популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году, заняв четвертое место, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Твилру. В рейтинге оказались также такие города, как и в Патории, Анапа, Санкт-Петербург, Шерегеш, Москва и другие. Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с детьми в 2021 году и выглядит таким образом. Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Абхазии в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий задержан разыскиваемый с 14 мая 2019 года следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия уроженец Самурской области России Машкин Алексей Геннадьевич, 1983 года рождения, сообщает сайт МВД Абхазии. Машкин подозревается в получении взятки с вымогательством и в особо крупном размере. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче Алексея Машкина для привлечения к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. Последним в настоящее время содержится ВВС МВД Абхазии и будет экстрадирован на территорию России в установленном порядке. 20 марта в Питсунде стартовал тренинг на тему защиты прав несовершеннолетних в конфликте с законом, организованный детским фондом Абхазии при поддержке программы развития ООН и Евросоюза. Участниками мероприятия стали представители правоохранительных органов и студенты юридических факультетов. Актуальность проекта, по словам организаторов, обусловлена большой значимостью проблем борьбы с подростковой преступностью и необходимостью совершенствования уголовно-процессуального законодательства в области ювенальной юстиции. Наш репортаж о проблемах в этом направлении и о целях проекта смотрите после выпуска новостей. В АГУ состоялась встреча студентов с общественно-политическим деятелем, публицистом, писателем и поэтом Владимиром Зонтария. Организатор встречи – журналист и педагог Екатерина Бебия. Присутствовавшим была предоставлена возможность увидеть уникальные архивные кадры, послушать захватывающие истории жизни из уст Владимира Зонтария, а также стихи в исполнении автора. В АГУ состоялась в университете. А журналистика кафедра профессора Екатерина Бебия – лапш карала студент Шапснецер Дыру Айтагай, а поэт Владимир Зонтария и Газарабимя Якулапшит. А рағайрзаат гылыид арчевю Газарылай хэхяэрбшуа хэхаду юхэрхартак. А журналистикой – а сахэркарак литературы. Харахай пылару бүсэйджа хгархтаху епшцэнэй бүлтанэ и хаанэ па яйгээд яраам биджонцамтапаг уэгэхэрэху хэпшу. Сэргийс биджонцамтапаг аз сэрхи. А басы иныэмдай амду, ер у бас, я жэнрала кой гэрэбхэрэхэрэг бэгээ. А студент Шарганфэгэгэй епо бябхэлэу хэмпэдэ яра автор и хэта ябхэрала. А басы ипшэ ишэкэргылу бэхэдбэ таача хэлладбэ, гвартэлладбэ, гэй пыларанэ шэхалу агхэзгой. Владимир Зантарэя апсэнэ дэйцэр дыруэд аххуэйй айтэгэй а публицэст я хасабала. Уэй апсуа культура, айзэр харайджэбарат шаныяду пьёусура, ахшэра харагартыхэд бүлэй уэй антэцэй. Эй уэпшэм ашукскорзэ яра хэн пэээрэзиуан хапсу тэлэхэпшра, а культура министэр рэдэхэгылын. Уэядэгэ а политикат пыста заарэйна паалагын. Арчэрэд мээ хацээргэйт а газет апсэнэгапшэгна публицэстэгала. Экупшэр ашукскуа ха журнэлист бұусура хэзгэн. Апсуа радиоа корреспондэнц ауус юан. Владимир зэнтэрэээ дэрэй уэпхэнэвээд бэхэнэвээ бээпээ ашукскорзэ хапсэнээмэлад бхэпшэм рэдцэсэра хайла шым тэйялы гылыз. Апсуа радиоа корреспондэнц ауус юан. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Хотя много лет пользуется именно этой связью. Как обычно, она пополнила счет привычным ей способом – через кассу. И выиграла самую последнюю модель айфона. Как говорит женщина, без смартфона она уже не представляет свою жизнь. Потому что является активным пользователем соцсетей. У меня инстаграм там, одноклассники, контакт, ватсап. У меня дети живут в России, и я с ним постоянно общаюсь. И вообще, очень здорово это, что такая связь есть у нас. И по видео там разговариваем. Потом мне очень нравится про путешествия по миру. Мне там разные картинки интересные. Для нас в нашем возрасте, конечно, уже мы никуда не можем ездить так далеко. Но все можно там посмотреть, почитать и увидеть. Не обошлось без заминок при проведении этой акции. Победителя пришлось определять два раза. Сначала генератор случайных чисел выбрал номерок негражданина Абхазии. А ведь это было одним из основных условий участия в розыгрыше айфона. Поэтому пришлось переигрывать. 12 марта в инстаграм провели розыгрыш в прямом эфире. У нас был первый победитель. Но после того, как мы проверили наличие всех условий, всех наших официальных правил, оказалось, что у него нет абхазского паспорта. И мы приняли решение во вторник, на следующей неделе, провести еще раз розыгрыш для того, чтобы определить победителя. В итоге у нас определился победитель и стал прекрасно Смирнова Екатерина, которой мы сегодня вручали наш приз. Это айфон 12 Pro Max на 256 гигабайт. В среднем по два смартфона флагманской модели в год разыгрывает компания Аквафон. Исключением стал 2017, как вспоминает истанборцец. В 2017 году мы разыграли на свой день рождения 14 айфонов. На то время это были, кажется, айфон 7. Только-только он вышел, и мы тогда 14 айфонов разыграли. У нас было 14 победителей. Мы вручали на набережной Махаджиров. Грандиозное событие у нас было. А так ежегодно мы проводим и разыгрываем и айфоны, и айпады, и различные другие девайсы. И впредь первый мобильный оператор Абхазии планирует проводить подобные акции и розыгрыши для привлечения как можно большего числа абонентов и поощрения преданных пользователей сети. Наша компания планирует и в дальнейшем проводить подобного рода акции, розыгрыши. Помимо выхода в различных продуктов и услуг компании, мы планируем также проводить подобного рода акции и розыгрыши для привлечения аудитории к нашей компании. Несмотря на далеко не весеннюю погоду, пандемию и прочие проблемы, Компания «Аквафон» стремится радовать своих абонентов и готовит, помимо выпуска новых услуг, и другие сюрпризы. Марьяна Котова, Сырква Гухава, Абаза ТВ. Спорт. Генеральный директор футбольного клуба «Краснодар» Владимир Хашик посетил игру сборной команды Абхазского государственного университета и трехкратного чемпиона НСФЛ, трехкратного чемпиона Европы команды Кубанского государственного университета, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Перед игрой Владимир Хашик встретился с председателем Госкомитета по делам молодежи и спорту Джамалом Губазы, пообщался с игроками сборной Агу. «Я рад видеть команду из Абхазии здесь. Желаю вам удачи и победы в матчах», – отметил гендиректор ФК «Краснодар». Джамал Губаз поблагодарил Владимира Хашик за внимание. Игра завершилась со счетом 7-0 в пользу команды КБГУ. Сейчас о погоде. В среду 24 марта в Абхазии облачно с прояснениями, ночью и утром сильный дождь с грозой, местами дождь со снегом, днем переходящий в умеренный дождь, возможен туман. В предгорьях и горах снег с дождем, снег, температура воздуха ночью 8, днем до 10 градусов, температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте абаза.тв. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!